Теперь мы должны приступить к оформлению доп. страниц. Начнем со страницы контакта. И нам нужно туда будет положить карту местонахождения нашего магазина. Но проблема в следующем, что карты перестали хорошо работать. Яндекс плагин, бесплатный плагин Яндекс карты вообще не работает. Вернее, вы можете скачать, начать настраивать, но он не найдет ваш адрес, который вы ввели. А Google карты теперь уже требуют многие платного подключения. Поэтому есть очень хороший способ ручного добавления карты. Под видео у вас будет ссылка на специальный конструктор для этого. Я вам перешел на этот конструктор. Если у вас выйдет список карт, то закройте его. Я уже создавал просто карту. Мы закрываем. Вот, если у вас перед... Вообще, по идее, перед вами он должен открыться вот такой. Вот такая карта, да. Вам нужно создать, завести название карты. Например, магазин, да. Магазин, да. Можете вводить описание, можете нет, да. Сюда, вот справа, видите адрес или объект. Нужно ввести адрес вашего карты. Например, я ввожу Ростов на Дону. Вот, подходит подсказка. Запятая. Введем на Гибина. 32. И выбираем. Подтверждаем. И вот получается. У нас определился адрес. Маркер мы устанавливаем. Давайте можно и ро, фиолетового. Можно и синего, и оранжевого. Оранжевый не очень. Сливаться будет. Вот красный свет нормальный. Так, тип. Можете точку, либо маркер. Ну, тут все нормально. Кликаем готово. И выбираем. Вот он, это маркер. Кстати, тут выбираем. А это какой маркер? А это старый адрес, который был. А это новый. Смотрите. Вам, если у вас будет несколько маркеров. Сначала по ошибке один выберите, потом второй. То вам нужно здесь выбрать тот маркер, который правильный. А вот на неправильном маркере, неправильный маркер нужно удалить. Вот. И выбирайте теперь правильный маркер. Вот он. Готово. Все. Теперь название ввели. Хотите, можете описание ввести. Адрес ввели. И кликаем сохранить и продолжить. Выбирайте участок, который по умолчанию отображать на карте. Да, можете его чуть пошире сделать. Да, вот так вот. Вот, нормально. У вас должно быть вот здесь выделено вставить на сайт. Интерактивная карта должна быть выделена. И кликаем получить код карты. Видите, вот тут JavaScript. Выбираем. Должно быть активно JavaScript. И вон. Вам нужно скопировать вот этот весь код. Копируем. Теперь возвращаемся на наш сайт. Переходим во вкладку страницы. Все страницы. Там у нас есть страница контакты. Изменить. То есть заходим в режим редактирования этой страницы. И давайте добавим классический параграф. Здесь перейдем во вкладку. Вот на три точки кликаем. Редактировать как HTML. Вставим курсор. И вставляем скопированный код. Три точки. Переходим на редактировать визуально. Сохраняем изменения. И кликаем посмотреть страницу. Пожалуйста. Вот наша карта. Кстати, вот эта страница расшаривания. Мне не понравилось, что она вставилась сюда. Давайте перейдем в консоль. Так. И здесь есть вот эта вкладка, где мы уже были с вами ссылки. Социальные. Кнопки социального расшаривания. Сейчас я найду стандартная панель. Размещение. Видите? Публикацию убираем. И страницу убираем. Отключаем значок больше. Убираем над содержимым. Сохранить изменения. Страницы все. Сейчас, минутку. Страницы все страницы. Контакты. Также, видите, мы наводим на страницу. Можно изменить, посмотреть свойства, удалить страницу. Но мы кликаем перейти. Все. Теперь они ушли. Видите? Нет кнопок расшаривания. И вот наша карта. Ее можно перемещать. Можно приближать. То есть, все то же самое, что раньше было с плагинами. Только мы теперь не захламляем плагинами. И как следствие, наш сайт работает намного быстрее. И вот есть такой простенький способ добавления карты. Теперь дальше нам нужно наполнить страницу контакты контентом. Продолжение следует.